Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, сегодня мы поиграем в Battle Heroes. Ну что ж, поехали. Так, круг призыва у нас здесь... Ага, нет, здесь, по-моему, ничего... Нет, можем? Ух ты, это чё? Ай, это бабулька Яга. Помню, помню, а здесь у нас тоже есть призыв. Давайте глянем. Так, ага, какой-то скелет-рыцарь, да? Четыре звезды, ну что ж, неплохо. Я ещё могу призвать, верно? По-моему, да. Кто на этот раз у нас? Ага, тоже четыре звезды, непонятно, какой-то хрюндель там. Так, а здесь не хватает свитков, ладно. Так, что бы нам с вами сделать? Так, смотрим здесь, получаем всё одним кликом, не будем долго ждать. Фишки, пыль и бриллианты, замечательно. Так, это у нас чат, испытания, так, по заданиям, что, ребята, у нас тут? Смотрим. Так, это мы выполнили. Здесь у нас тоже выполнено. Отличненько. Испытания храбреца. Испытания свет звёзд. Ну что ж, давай посмотрим, что это такое у нас. Так, в бой, наверное, ребята, да? И всего лишь три героя мне доступно. А почему так мало? А? Я считаю, что это несправедливо. Нифига, их тут такая армия, а у меня всего три героя, да? Хорошо, наверное, так оно и должно быть. Так, ну что, пока вроде бы неплохо идём. Ё-моё, этот мелкий подшнырик там. Это типа у нас гнома какого-то. Ха-ха, получил. Короче, победа. А что это за фигня такая, ребят? Так, самые ценные деньги. Это брюлики, да? Вот это что такое? А, валюта лавки для покупки в магазине испытаний храбреца. Понятно, будем знать. Так, ну что, у нас второй этап. Поехали. Посмотрим, как здесь... Ага, здоровье у нас не восстанавливается. Вот оно что. Ага, всё, теперь понятно, ребята. Это типа испытание, действительно. И идём с вами до последнего. Чёрт подери, и хилка, я так понимаю. У меня здесь только одна, которая сама себя, по-моему, хилит. Так. Сколько, интересно, откат-то у неё по восстановлению здоровья. Так, ещё 55 монет. Давай вот это вот. Ага, 10 монеточек получили. Третий этап. Поехали. Блин, тут уже 20 уровня. 31 уровень. Ага. Диаком какой-то. Ладно. Не будем переживать, будем драться. И смотреть, докуда мы с вами вообще сможем дойти. Так. Вот такой жиробас, а. И все бомбят мою хилочку, а. Ты посмотри, прям вот неровно они дышат к ней. Уйди отсюда, с глаз мой. Хе-хе-хе-хе-хе. Не ревируешь меня. Хе-хе-хе. Так. Ну, давай вот это возьмём. Ага, ещё 25 этих, как. А, это чешуя дракона. Вот оно что. Что тут, сундучок созрел, что ли? Да, ребят, созрел сундук. Спасибо большое. 50 чешуи драконов и бабусики, ребята, мы с вами заработали. Хотелось бы ещё посмотреть, где вот эта вот самая лавка, в которой можно отовариваться. Я хотя бы приценился бы к ценам. Так, ну что, здесь уже... Вау, 47 уровень. 40-й. Это всё у нас лопухи первого уровня. Это ерунда, по идее. А вот этот вот уже паренёк будет крепкий. Так, ну мы-то 60-го должны тут выстоять, по идее, да? Всё, положили. Ну, давай здесь. Вот это вот. 15 тысяч получили. Голды маловато. Пятый этап, ребята. Так, что у нас здесь? 32-й, 40-й, 29-й. В принципе, ерунда. Должны справиться. Погнали. Так, смотрим. Упал. Так, это кто у нас? Демоница какая-то. Так, ну эти скелеты, этот лучник и этот рыцарь, в принципе, для нас ерунда. Сейчас мы их забомбим. Рыцарь, несмотря на то, что у него 29-й уровень, всё равно держится достойно, согласитесь. 70 чешуи. Ну-ка, здесь 6 брюликов достаётся нам. Так, я так понимаю, мы с вами должны добраться до вот этого пиратского корабля, по всей видимости. Ладно, сейчас посмотрим, что сможем ли мы добраться и что будет, если мы доберёмся. Так. Слушай, а это какой-то новенький монстр, я такого не видел. Тоже, видимо, скелет. Точнее, нежить. Да, шаман какой-то. Разбомбил, даже не поморщился. 8 брюликов получили. И двигаемся дальше. Так, тут у нас 30-й, 36-й и остальное всё, в принципе, лопухи. Слушайте, а это как у нас враги? Рандомно берутся? Или это кто-то выставляет их здесь? Давайте массовый, массовый удар, чтобы вот эти вот задние все полегли. А-а-а. Не то. Во. Массовый у нас вот этот вот, значит, уставик затейник. Воу, не надо станить. Не надо в стан загонять, блин. Ай, сколько вы будете... Так, целый ход они, короче, ребята, просидели в стане. Так, ну у тебя же вот. Отлично. Она, значит, атакует и хилится. Причём хилится довольно неплохо, ребят. Замечательно. И ещё 8 брюликов. Ну что... А, погоди-ка, погоди-ка. Сундучок, я смотрю, тут уже задёргался. Давай-ка посмотрим. 100 чешуи и 100 тысяч мы с вами получили. Неплохо. Давай, далее. Так, тут у нас практически все 30-го уровня. Никаких, я думаю, проблем не будет. Главное, чтобы не попасть в стан. Ну или в какой-нибудь, ребята, там... Знаете, понижение атаки. Наверняка такое есть. Кто-то делает. Антибаф, так скажем. Так. Воу. Вот, ребята, и пошли. Это у нас, походу, дело защита. Уменьшена. Ё-моё. Всё, исчезла. У меня пока... Да что это за каменный голем? Бесит уже. Меня, честно говоря, нервирует он. Надо вот в этих героях, конечно же, хорошенько разобраться. Узнать их сильные и слабые стороны. И тогда всё будет у нас отлично. 25 тысяч получили. Так, ну что, вот я и добрался до корабля. Но я думаю, что дальше там всё равно будет какое-то продолжение. Судя по тому, что сколько нам даются сундуков там на выбор. Так. Ага. Тролль у нас здесь. Тролль-бандит какой-то, да? Гном. Ну и демоны. У-у-у. Ребята, я вам не завидую. Так, упал. И гнома не добили пока ещё. Ну, всё. Отдыхает. Отлёживается. Так, давай-ка вот здесь вот. Шесть брюликов. Блин, мало. Смотри-ка, опять сундучок задёргался. 150 чешуи и 150 тысяч голды. Так, ребята. А как же нам с вами... А, вот где. Всё, я понял, ребят. Мы идём вот так, 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 так. Потом кораблик. И вот сюда вот выше. В конце тут какая-то наковальня. Посмотрим, что... Так, погоди-ка. Какие там уровни? Там, по-моему, что-то уж больно круто. Или мне показалось? Ты смотри-ка, у них тоже есть эта... Хилка. Оу. Так, ну смотрите, у нас полностью... Да ладно вам! Отлично, бомбанула. Так, вот они все потратили у меня свои суперудары. Ты посмотри, это отхиливается. Блин, довольно серьёзный противник. И быстро она восстанавливает себе магию. Ребята. Для того, чтобы... Смотрите, и отхилила. Причём довольно нехило хилится она. Ох, будет проблемно. Слушай, подожди, а что, друид тоже хилит? Мне не показалось? По-моему, нет. По-моему, он хилит. Причём он хилит не одну цель, а две цели. Так, встан. Вот встана мне только здесь не хватало. Зер гуд. Отлично, рыцарь упал. Ну что, ребята, мы здесь победили. Однозначно. Давай, это не друид даже. Я бы сказал, это энд. Дерево. Ходящее, живое. Так, одиннадцатый этап. Сороковые уровни. Ну, здесь полегче нам будет. Хотя энд тоже присутствует. И... Всё-таки, по-моему, он хилит. Я сейчас, конечно, посмотрю. Проконтролирую это дело. Я не могу же посмотреть данные их. Нет, здесь почему-то не могу. Так, ну-ка. Отлично. Нам нужно, ребята, прокачать мне ещё своих перцев. Ого, ничего себе. Так, так, так. Дело хреновенькое. Оу, энд упал. Причём мы его хорошо так притонули. Ладно, остались тут у нас сливки общества. Да, рыцарь, скелет. Сейчас они будут у нас страдать. Вот этот персонаж очень хороший. Мне нравится, ребята. Мало того, что он атакует, он ещё и хилится. Вообще замечательно. Причём быстро накапливает себе отхил. Буквально за 3-4 хода. Фу, 10 чешуек всего получили. Ладно. Ну что ж, двенадцатый уровень. Полтинник, ребята. Здесь у нас два полтинника. Но у них 4 звезды. Ну, тут вообще-то, ребята, такие довольно серьёзные. Тридцатый, сороковый уровни. Ммм. Не знаю. Попытаемся, конечно, но вряд ли. Почему-то у меня всего 3 персонажа. Может быть здесь с определённого уровня допускают. Как вариант, да. Может быть и такой, ребята. Так, ну-ка, отлично. Восстановил себе здоровье. Ох, как его быстро разбирают. Это не есть гуд, ребята. Я так понимаю, если он погибнет, то всё. Его больше не будет в наших следующих боях. Давай-давай, хилься, пожалуйста. Опачки. Странно. Она потратила магию, но не на восстановление. Да, ребята. Мы потеряли свою хилку. Очень и очень жаль. Не знаю, что у нас здесь в дальнейшем выйдет. Но этого полтинника мы вряд ли сможем разобрать. Эту демоницу. Ай, как... Хотя... Да, но много ли это всё решает, ребята. У меня один персонаж всего остался. Я не знаю. Сейчас посмотрим, можно их ли как-то воскресить. Предположим, в бой. Эээ, нет. По всей видимости, не могу я их никак рисануть. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас тут в сундучке. 250 чешуек и 200 тысяч голды. Эх... А вот, ребят, по-моему, и магазин, да? Где мы можем с вами оттовариваться. Так, у меня 1765 чешуек. Что я могу взять? Ох, ё-моё. И вот это расценочки. 40 тысяч, 45, 55 тысяч. А вот это что у нас такое? Материалы чудака для... Активировать тело оборотеня. Злой дух не знает, что это такое. А это... Активировать оборотеня. Повышение уровня и повышение ступени. Для меня это как тёмный лес пока сейчас. Хорошо, ладно, ребята. Достижение. Получаем ещё тысячу чешуек. Ну, я же сказал, получить. Всё. Так, здесь получаем 200 брюликов. Отлично. Так, и компания. Давайте-ка зайдём. Я хочу получить свой реворд. Повышение. 47 уровень получаем, ребята. И трофеи. Посмотрим. Ну, что это такое? Что это? Маловато будет. Вот что я вам скажу. Так, ну, давай его, наверное, вот так вот сделаем. Автофарм. И теперь... Сейчас время пройдёт. Будем уже атаковать. Давай-давай-давай-давай быстрее. Всё. Поехали. Эть. А, вот сюда надо нажимать. Так, ну, что же. Хилок. Подожди, это у нас первый ряд. Поэтому ставим сюда танков. Рыцари. И вот так. Кто вот это такой, интересно, вообще? Первого уровня. Тут у меня, ребята, очень много персонажей первого уровня. Ну, давайте посмотрим вот этого чудика. И это обязательно. Давай вот так сделаем. И, по-моему, больше у меня таких нету, да? Крепких ребят. Ладно. Давай тогда этого шамана ещё поставим. Поехали. Ну-ка. Смотрим, что у нас здесь получается. Блин, смотрите, как у него красиво тут. Светёт всё. А у меня ни хрена не светёт. Опа, кто-то там умеет замораживать, оказывается, да? Да что б тебе, блин, а? Эй, ты как-то у меня оказался тут в первом ряду. Ну, он выглядит довольно солидно. Такой чувак, демон. Что он делает, пока не могу понять. Что ты вешаешь? Какой-то антибаф. Типа уменьшает защиту от огня или что-то в этом роде. Так, готово. И здесь тоже мы побеждаем, ребята. Даже колечко какое-то получаем с вами. На атаку. Так. Давай-ка мы кое-что с вами глянем. Так, это мне не нужно. Герой, герои. Так, мы здесь... Нет, это опять не то же, что мне нужно было. Костюмы, монстры, гильдия. Гильдия, это всё понятно. Рюкзак. Ага, не хватает. А это что у нас такое? Билет для участия в боях. На изорванное пространство надо купить билет. Хм. Также у нас есть счастливый грош, который я также не понял, где вот... И строительный материал. Можно строить здание. Пустая каменка, блин. Так, интересно, а где я могу строить здание, а? Тоже так вот. В обучении почему-то этого не говорят. Так, арена. Приступить. Получить фрагменты героя. Ага, вот здесь всё. Получить оружие. Получить пыль. Получить артефакт. Повысить героя. Повысить героя и продвижение. Призвать героя. Ммм. Купить место за 100 алмазов, чтобы увеличить и нести 5 количества героев. Нет, не надо мне ничего пока. Это у меня что в данный момент есть своего, да? Собиратель костей. Это все чувачки, которые есть у меня. Блин, прикольно выглядит. А что нужно, чтобы вот его, например, получить? Ну, предположим, камус, да? Не знаю, как его собрать. Помню где-то... Джахра. Да, прикольно смотрится. Это у нас Джахра. А это... Видимо, тоже Джахра. Но у них в чем-то разница, ребята. Отличия в звезде. По цвету. Я так понимаю, это, наверное, какая-то высшая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть у нее трансформация. А здесь... Тоже шесть. Ладно, мы пока в это вникать не будем. Нам до этого, ребята, очень и очень далеко. Особенно мне. Это и понятно. Так, кузница в башне. Что дает нам, интересно, вот башня? Хотел бы я знать. Вот мы с вами остановились на двенадцатом этаже. Тридцать седьмые уровни. Давайте воевать. Так, кто у нас пойдет на первое место? Давай ты и ты. Остальные все будут позади у нас. Находиться. Хотя вот этих вот, ребят, тоже нужно прокачивать. Поехали. Посмотрим, как у нас все это дело произойдет. В принципе, со скелетами должны справиться. Что ж ты делаешь? Надо будет про тебя хорошенько прочитать. Не, здесь должны мы выиграть, ребята. Опа-на. Вот, смотрите, ребята, что, где, блин, его забомбили. Где описание вот этих всех антибафов? Интересно мне знать, а? Смотрите-ка, у него тоже есть тут темные герои. Получились следующие свойства. Учредить шесть героев в лагерь тьмы можно увеличить свойства героев. Это бронебойность 20% и жизнь тоже 20%. Нехило. Это у них как лагерные статы, что-то типа того. Так, ладно. Давайте посмотрим героя. Где он у меня? Вот он. Что ты такое? Ну-ка, почитаем. Лей мой гайден. Е-мое, язык сломаешь. Лей мой гайден. Так, инфа... Нет, информация героев. Так, активный навык. При атаке наносит 40% урона последним рядам врага. И в каждом раунде дополнительно наносит 45% урона на два раунда. Понятно. А что ж ты такое там делал-то? Где-нибудь есть такое подробное описание? Твое, нету? Так, что у нас там? Ну, давай. Так, отлично. Нужно его повысить. Сделаем эволюцию. Замечательно. Прокачаем еще маленько. И еще сделаем эволюцию. Так, новое умение мы разблокировали. Это получается пассивный навык. Подвергаясь атаке, увеличивается на 3% его личная атака. Которая длится два хода. Ну, 3% что-то уж вообще маловато как-то. Попробуем еще его поднять. Не хватает, да? 200 нужно. 200. Так, а эти штучки мы с вами можем зарабатывать, я так понимаю, только лишь в башне. Может быть где-то еще, конечно. Но в ближайшее время я видел только в башне. Так, ладно, поехали в башню. Посмотрим. Да, видите, 10 штук можем здесь с вами заработать. 38 уровень врагов. Кстати, давайте мы вот так вот сделаем, наверное. Хотя я не уверен, что это у нас воин. Но, тем не менее, ребята. Может быть он будет лучше стоять в первом ряду. Кто его знает? Нет, все-таки это, ребята, маг. Ага, они начинают его атаковать. Да, зря, конечно, я его, наверное, поставил сюда. Ну, у него есть массовый удар, я так понимаю, да? Ну-ка, сейчас посмотрим, что он будет делать. У него энергия, по крайней мере, накопилась. Ох, как он получает люлей жестко. Что ты? Встань, ё-моё, вот что. Вот почему он не может ходить. Эти гномы рады стараться его все время в стан загонять. Во. 1123 урона, причем всем. Ну, как и было написано, ребята. Так, и вот еще постепенный урон. Каждый ход. Да, все так оно и есть, ребята. Ну. Отлично, справились. Нет, это, конечно, хорошо, ребята, но ему лучше стоять позади. Так. Давай мы поменяем маленькое. Тебя поставим сюда, а этого назад. Так, ну, тут, ребята, у меня очень много персонажей. Я не знаю, вы мне подскажите, кого лучше еще здесь прокачивать и кого ставить. Потому что по героям я пока вообще, честно говоря, не знаю. Чтобы в них разбираться, это нужно всех раскачивать и как-то вникать в суть. Ну, а, соответственно, это надо ходить на арены. И смотреть, какие там люди используют в эти, как, формации. Из каких воинов. Так, я не понимаю, они же у меня на заднем ряду. Как они могут их атаковать, а? Так. Ну, эти роботы сейчас получат свое, а ты однозначно. Что такое, интересно, запирание? Что это может означать? Так, ну-ка. Да, он готов, в принципе. Да, ребята. Так, еще 10. А нужно 200. Блин, это офигеть. Ого. Демон. 40 уровня плюс 2 демона. Но это пока, ребята, 3 звезды у них. Так что, думаю, здесь тоже все будет у нас легко и просто. Знаете, чего не хватает? У меня персонажа с навыком вампирик. Я вообще таких персонажей люблю. Так, ну-ка. О, задние ряды получили люлей. Ох ты, ох ты, ох ты. Это что такое было? Вот это они мне прожарили там. Слушайте, нужно срочно этих демониц валить. Пока они не накопили себе еще на суперудар. Ага, отлично. Да блин, ну, сейчас добьем, ребята. Замечательно просто. Мы получили с вами броньку. Кстати, нужно посмотреть, на кого мы можем из своих героев что-то надеть. У нас же стопудово есть какие-нибудь шмотки. Так. Это у нас в рюкзак, по-моему, да? И вот смотрим. Продать? Зачем продавать? Я не хочу продавать это. Я говорю, одеть как мне, а не продать. Так, давай, ребята, вспоминать. Мы беремся вам героя, да, предположим? Так, что мы можем сделать? Ага, тут, смотрите, 400 нужно для следующей эволюции. То есть у нас уже все подготовлено. Так, мы можем одеть все снаряжение. Отлично. Самое лучшее, я так понимаю, автоматически оделось на нас. Ну-ка, а на рыцаря? На рыцаря надеть все. То есть только бронька, да, получается у нас? Хорошо, давай посмотрим здесь. Ага, бронька и оружие. Так, нормуль. Давай-ка тебе посмотрим, что у тебя есть. О, у тебя тут много чего есть. Классно. Нужно 40 уровень, да, ему открыть, чтобы еще одна ячейка открылась. Так, и здесь получается у нас... Кстати, эволюцию можно сделать. Отлично. Что и... Нет, нельзя. Соточка нужна. Так, что ты у нас там делаешь? При атаке наносит 184 урона двум врагам. Ну, это, ребята, мы видели. Такой лазер двойной разлетается и дополнительно наносит 60 урона убийцам. Ага, даже вот так вот. Ладно. Одели снаряжение. Кстати, у нас же еще тут есть кузня. Пойдемте-ка зайдем и посмотрим, что мы можем с вами создать. Да, мы можем с вами вот этот меч изготовить, предположим. Ага, отлично. Хорошо. Так, а топорик? Ну, наверное, лучше вот этот сделать с двумя звездами. Так. И меч. Почему-то только вот такой. Нормуль. Так, дальше смотрим. Здесь мы ничего не можем сделать. Здесь можем сделать ботинки. Так, Х1. То есть одни ботинки у нас получились. Так, можем сделать этот. Три обычных ботинка превращаются у нас вот в такие вот сапоги. Замечательно. Здесь все, к сожалению, ничего не можем сделать. Так, опять же, идем к своим героям. И смотрим, что они. Здесь, по-моему, ничего они не могут носить. Давай. Ага, здесь можем поменять. Вот. Так, давай дальше глянем. Пока. Ну, здесь менять, я не знаю, есть ли смысл, если честно. Жаба какая-то. Болотный. Четыре звезды. Четыре звезды. Путник. Наставник времени. Генерал скелетов. Ну, тут огненные губы. Прислуга Тайлы. Король джунглей. Бешеный зверь. Это у нас уже трехзвездочные идут, да? Кафо. Ледяной тролль. Честно говоря, они меня пока вообще не интересуют. Вот четырехзвездочные. В идеале хотелось бы вообще пятизвездочного. Так. Круг созидания. Это что у нас? Я подзапамятовал. А, вот, ребят, синтезировать. Вот что нужно для этого? Смотрите. Ух. Пятизвездочный. Раз. Две штуки. Плюс вот этот вот хмырёныш. И вот я не знаю, что вот это такое. Так что, ребята, вот эти вот собиратели костей. Нужно их тоже прокачивать. Если хотим какого-нибудь нового персонажа. Тут всё-всё нужно. Всё важно. Всё нужно. Поэтому. Ой-ой-ой. Я представляю, сколько на это всё нужно времени и ресурсов, чтобы их прокачивать. Так что у нас в таверне. В таверне нише шарики. Использовать. Нету. Нету. На рынке. Что ты у нас тут предлагаешь? Щит. 240 бруликов. Трёхзвёздочный. А, это украшение. Даже орден это, ребята. Для призыва этого героя надо забрать 20 фрагментов. То есть, если я сейчас куплю его за 100, он у меня активируется, да? А это кто у нас? Охранник бездны с тремя звёздами. Даже не знаю. 150 тысяч всего лишь. А у меня... А у меня до хера бабла. Решили купить. Давай купим. Хорошо. Хрен с вами. И этого тоже возьмём. Всё равно их у меня нету. Пускай будут. Так, что там у нас такое? А, нет. Всё нормально. Показалось. Так. Алтарь. Автоперенос. Ага. Это мы можем с вами расщепить. Но я думаю, что не стоит, ребята, этого делать. В казино мы можем с вами крутануть рулетку? Можем. А, нет. Почему не хватает фишек-то? А, нет, ребята, нету. Нифига. Жаль. А в этой супер-казино мы не сможем, потому что нужен 80-й уровень. Как говорится, обломись. Так, пакет ценностей. Это, опять же, нам не нужно всё. Так, месячная карта. Подожди-ка, что тут? Давай получим. Так, хорошо. И всё, в принципе, остальное мне здесь не нужно. Так, задание. Получаем. Изготовить три снаряжения. Так, выполнить два раза длань Медаса, чтобы получить золото. Приступить. Бесплатно. 23 тысячи получить. Так, я думаю, что мы сделали с вами длань Медаса. Да? Отлично. Одну фишку заработали. Так, подарить пять сердечек друзьям. Приступить. Так, я не понял. Интегрирующий список. Интегрирующая награда. Помощь друга. Воевать. 60-го уровня. Подожди, давай лучше мы... Ох ты, это я могу... Могу столько принять, ребят. Ну-ка. Я надеюсь, я принимаю, а не удаляю. До ограничения нельзя добавить нового друга. А почему? Почему я не могу добавить, ребят? Так, ну-ка, сразу получить и отправить. А? Получил? По-моему, да, ребята. Так, запросить. А что запросить-то? Что я запрашиваю? Так, это шлем... Я не могу понять, это... Запросить. Что запрашиваем? Фиг его поймешь. Много-ка, больше не дают? Нет. Как-то надо расширять нам списочек, согласитесь, ребята. Воевать. Ну, давайте посмотрим. Награда. 80 брюликов. Что это за хмырь такой? Оу. Рейд. Это рейд, ребята. 60-го уровня здесь. Не-не-не-не-не-не. Я не пойду на рейд никакой, потому что я прекрасно знаю, что схлопочу. Подарить 5 сердечек друзьям. У меня всего 3 друга, да? То есть, я больше не могу сейчас играть 2 раза в рулетки. У меня есть одна жетонка. И мы с вами зарабатываем 10 тысяч душ. Понятно. Хорошо. Больше, к сожалению, у меня нету. И поиграть в рулеточку я не смогу. Так. Выполнить 2 задания из таверны. Какие у тебя тут задания? Хотелось бы мне увидеть хлопоты черного пастора. 2 часа требования. Ну, давай сделаем так, например. И вот так. 2 автозаполнения. Начнем. Бесплатно завершим, да? Все. Так. Давай просьба Берри. Автозаполнение. Начать. Ускорить. Ну, давай ускорим. Фиг с ним. Заработали 17 карточек. Так. Просьба вождя. Давай сделаем автозаполнение. Да ладно. Единички? Что, неужели выиграем? Да, выиграли. Странно как-то так. И покорить оборотня. Заполнение. Начать. Ускорим. Так, подожди. Ускорим. Так. 30 юрюликов получили. Давай также заполнение. Бесплатно. Все. Получаем, ребята. Деньги. Так. 5 сердечек мы с вами не сможем подарить. Собрать награды из компании 5 раз. Ага. Это я понял, ребята. 5 раз компанию. Но это мы чуть-чуть попозже сделаем. Ну и... Ой. Тут дофига. Так. Выполнить базовый призыв 1 раз. А, это уже выполнено у нас, да? Понятно. Короче, 10 ежедневных заданий. Я выполнил пока 5. Что у нас тут в рюкзаке показывается? Ах, да. Мы можем с вами призвать охранника бездны. И Антонин. Подробности. Вот он. Такой чувачок. Ладно, хорошо. Давайте призвать его. Все. Так, круг призва. Ага. Ну-ка, давай глянем. Так, это у нас уже было. Смотрим далее. По-моему, этот дедок тоже у нас был. Ну, этот тоже был. И последнее. Этот обжорка тоже был. Призвать 10. 2200. Ребят, давайте попробуем, а? Так. Ну, я могу сразу сказать, каких у меня не было героев. Вот этого Энта нету. Этого нету. Вот этого. Раз, два. Пятизвездочный. Ну, это одна карточка, да, правда, досталась нам. А так круто. Все. Кристалликов больше, к сожалению, нету. Точнее, есть, но их осталось очень мало. Так, ну что, а вот это у нас, а, 72 уровень нужен. Ладно. Арена. Лига Хрустальной горы. Вступить. Ну, давай, предположим, бой, ребята. Посмотрим. Так, а у меня сколько? Выберите врага. Выберите врага. Ну, предположим, я возьму вот этого. Так, давай сделаем. Ой, нет, подожди. Первый ряд. Так, так. Потом вот. Подожди, ребята. Это у нас появился новый чувачок. Я думал, что это одна карточка, но выпала. Нет. Уже готовый персонаж, причем пять звезд. Обязательно его надо будет, ребята, прокачать. Ну что, для начала посмотрим. А, можно сделать проскакивание боя, да? Проскакивание боя даже очень хорошо. Победа. Что нам тут? Десять брюликов. Отлично. Давай дальше. В бой. Выберем вот этого. Победа, опять же. О, 1760 душ. Сразу мне вспоминается Хастл Кастл со своими темными душами. Что такое? Купи. А, билетов больше нету. Да, ребята? Все. На арене я больше не могу участвовать, потому что у меня нет билетов. Ну, это немножко странно. Чтобы вот на арену здесь. Хотя, почему? Странно. У нас же в Хастл Кастл тоже же арену мы с вами за билетики посещаем. Ну, и здесь тоже самое. Понятно. Так, ну что же, давайте в компанию с вами перейдем. Трофей заберем. Трофей заберем. Так, доспех какой-то там у нас. Здесь получим опыт. 48 уровень я уже, ребята. Угу. Так, ну что, делаем здесь автофарм. 8 секунд подождем и будем уже атаковать. Шахта Кром. Поехали в бой. Ну что, все вроде бы у нас хорошо здесь стоят. Погнали. Будем атаковать. Ну, 35 уровень, ребята. Мы должны здесь справиться без проблем, в принципе. Хорош. Каждый главный стрельник пока, да? Смотри, какой предводитель крепкий. Так, он встанет у нас, да? На два хода, по ходу дела. Нет, это не встанет, ребята. Это мы что-то стакаем. Единственное, что я не вижу. Вот здесь у нас понижена защита. Это факт. Потому что раскол отыщит. Это однозначно. Так, 720 опыта и 2100 душ. Ну, естественно, ребята, сразу же на 4-4 переходим. Тут у нас двое сапожек можно выиграть. Получаем. Так, давай, давай, давай. По-быстренькому проходи. Поехали в бой. Пожалуй, оставляем так, как есть у нас все. 35 уровни, да, здесь у нас. Запирание. Что такое запирание? Ох. Вот это вот, кстати, самый больной удар, когда по задним врагам, причем по всем, могут наносить урон. Опа, опа. Вот это неждание. Вы увидели, ребят? Тут нежданчик был, блин. Ну, передних вам не пробить. Вы слишком еще слабые. А вот как они задницы разнесли. Это, конечно, был шок для меня просто-напросто. Как бы я к этому даже не готов был. Так, шаман неплохо вроде бы бомбит метеором. Надо это взять на заметочку. Но также не стоит забывать, ребята, что у нас есть еще один персонаж, который у нас появился. Вот он. И кто же, кто же ты, напоминаешь мне почему-то эту, Гаргону. Кто же ты? Как почитать про тебя? Это у нас Калмар. О, как разбубнилось. Так, смотрим. Луч кармы. Активный навык. При атаке наносит 116 урона последним рядам врагам. И есть 25% вероятности заставить цель окаменеть на 2 раунда. Ох ты, неплохо. Совсем неплохо. Ну-ка попробуем, ребята. Так, отлично. Эволюцию. Да, у нас не хватает, ребята. Как их называть-то эти камушки? Не хватает их, одним словом. 50 штук нужно, у меня их нету. Где их легко заработать, пока не знаю. Знаю, что их можно заработать вот здесь, на арене. В основной сюжетной кампании, по-моему, ребята, они не даются. Так. 30 уровня. Можно, в принципе, попробовать вот так вот сделать. Давайте так сделаем. Заодно будет возможность посмотреть. В деле. Так. Понятно. стреляет, короче, лучом. И, может, я так понимаю... Во! Классно. По двум задним целям наносит урон. Да, как и было написано. Отлично. Так, 10 есть. То есть, еще нужно где-то 40 штук. 41 уровень. Ну, а тут можно, интересно, проскакивать. Нет. По ходу дела нельзя, ребята. Здесь нужно обязательно драться со всеми. То есть, нельзя как на арене проскочить. Поэтому придется смотреть. Мы можем с вами... Нет, не можем. Нужен 50 уровень. И, опять же, вип-класс. Чтобы я мог ускорить это все дело. Так. Ага, вот, ребята, видите? Да, действительно, превращает в камень, как было и написано. Но шанс не очень-то большой, конечно. Так, у нас каменный голем. Дальше это у нас 41 уровень. До сих пор еще идет. Странно, что он не повышается. Так. Тут... О, гномы-арбалетчики на задних рядах. Ребята, это, я понимаю, так будут сейчас бомбить. Так и думал. По задним целям, естественно. Големы, значит, оглушают. Будем тоже это знать. Ай, каждый, смотрите. Так, у нас здесь повышение атаки, я так понимаю, да, стоит? Да хорош, успокойтесь вы уже, гномы. Все, разобрали. Так, что здесь дается? Почему-то все время... А это что такое? Последний. А, это можно посмотреть, кто был последний, да? И как их, типа, убивал. Герои получили следующее свойство. Как вот это вот, ребят, тоже активировать? Хм. Много, конечно, предстоит еще тут разузнать. Да ладно, что так долго разбираем-то? Вот этого одного хонорика так долго разбираем. Странно. Так, готов. Вот, уважаю, когда задние ряды у нас просто ложатся. Смотрите, в камень чувака превратили. Причем на два хода. Так, ну что, я думаю, ребята, мы 50 с вами темных этих душ набрали. Хотелось бы мне верить. Так, ну-ка, давай посмотрим, можем ли мы... Да, можем сделать эволюцию, ребята. Так, и дальше пошла прокачка. Так, здесь уже нужно 100. И способность. Концентрированный удар. Так, пассивный навык при атаке обычной. Дать герою в первом ряду урон. Эффект 85%. Снизить 10% запирания цели на 3 раунда. Блин, что такое запирание? Может быть, стан, а не имеет в виду запирание? Не знаю, если честно, пока. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда мы с вами на этой ноте, пожалуй, завершим этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Будем дальше разбираться в этой игре. А на этом все. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok